Желаю здоровья, уважаемые украинцы, украинки. Возвращаемся домой с хорошим результатом для нашего государства. Очень важного для наших воинов. Хорошее усиление оружием – это и ПВО, и ракеты, и бронетехника, и артиллерия. Очень важно. Впервые за время независимости мы сформировали фундамент безопасности для Украины на пути к НАТО. Это конкретные гарантии безопасности, которые подтверждают топ-7 демократий мира. Никогда раньше у нас не было такой основы безопасности, и это уровень Большой Семерки. На этом фундаменте построим новую, юридически обязательную архитектуру двусторонних договоров безопасности с сильнейшими. Очень важно. За эти два дня саммита мы убрали какие-либо сомнения и двусмысленности относительно того, будет ли Украина в НАТО. Будет. Впервые не только все члены Альянса с этим согласны, но и ощутимое большинство в НАТО энергично приближает это. Никогда раньше слова «вы равные среди равных» для Украины от других членов Альянса еще не звучали действительно содержательно. Сейчас все понимают, что это факт – равные среди равных. И мы обязательно утвердим этот факт нашей победой и вступлением в НАТО. Когда-то хозяева России очень хотели иметь свой шлагбаум перед дверью НАТО. Мы оставим эту российскую амбицию на маргинесе европейской истории, за забором нашего единства в Европе и шире, в свободном мире. Я благодарен всем, кто в Вильнюсе работал ради единства. Благодарю господина президента Байдена, всю Америку за то, что глобальная свобода реально опирается на американское лидерство. Мы все стремимся к надежной защите для свободы и работаем ради этого вместе с Америкой. Благодарю Литву за организацию этого саммита. Он действительно исторический для всех нас. Отчет новой безопасности. Благодарю за каждый украинский флаг на литовских улицах. А флагов было действительно много. И спасибо Вильнюс за эмоции. Важно, что и Литва, и Нидерланды, и Словения, и Албания, и Исландия, и представители других стран подчеркнули, что Россия и российские военные преступники должны понести справедливое наказание за совершенное против Украины. Агрессия должна быть наказана. Я благодарен государствам и лидерам, которые готовят через несколько недель начало тренировок наших пилотов на F-16. Нидерланды. Спасибо. Спасибо за чрезвычайно весомое лидерство в Европе. Дания. Спасибо. Спасибо за очень конкретную поддержку. Соединенное Королевство. Риши. Господин премьер-министр. Я благодарю за помощь и констатацию, что на следующем саммите НАТО должны сделать следующий шаг. Украина уже среди равных военно-политическом блоке и должна быть реальной частью Североатлантического альянса. Франция. И господин президент Макрон. Я благодарю за готовность сделать все необходимое, чтобы освободить от оккупантов всю нашу территорию. Благодарю за поддержку вместе с Америкой и Германией долгосрочных программ нашей общей силы. Олаф. Господин канцлер. Очень важно видеть Германию среди союзников. Все украинцы благодарны вам за дополнительные патриоты и ракеты для них. Это защита жизни. И Германия уже спасла тысячи жизней. Я благодарю за готовность поддерживать нас вплоть до нашей победы над российским террором. Италия. Я благодарен итальянцам. Лично госпоже премьер-министру Мелони. За принципиальность. Каждой украинской семье есть за что благодарить итальянцев. Будет новый пакет по безопасности. И очень важно, что Италия полностью поддерживает формулу мира. Канада. Господин премьер-министр Трюдо сказал, что Канада будет делать все, чтобы членство Украины в НАТО было достигнуто как можно быстрее. Спасибо. Принципиальная позиция Польши. О том, что наше членство в Альянсе – это не только наша безопасность. Это безопасность всего нашего региона по меньшей мере. И очень важно, что Польша поддерживает Украину на пути в Альянс. Крепко. Энергично. Спасибо. Президент Эрдоган и Турция. Он сказал сегодня, что действительно видит, что Украина приближается к членству в НАТО. Это много значит. Я благодарю. Благодарю и принципиальную защиту безопасности в Черном море. Турция делает исторические вещи для нас всех. Президент Эрдоган, как и премьер-министр Норвегии, говорили сегодня о реконструкции. Четкость обязательств партнеров – это то, что чрезвычайно важно. Спасибо за это. Спасибо Норвегии за ощутимое лидерство, за всю оказанную поддержку. Сейчас есть готовность Норвегии присоединиться к группе 7 в гарантиях безопасности для Украины на пути в НАТО. Очень благодарен. Также Португалия, Швеция, Нидерланды выразили готовность присоединиться к гарантиям безопасности для Украины. Спасибо. Мы сделаем эту систему действительно разветвленной и действенной. Господин президент Румынии. Спасибо за работу над хабом для тренировки пилотов. Спасибо за поддержку нашего сотрудничества на Дунае и в Черном море. Спасибо за очень добрые и благородные слова о наших воинах, обо всем украинском народе. Греция тоже присоединится к долгосрочной поддержке Украины. Я благодарю за это. Черногория. Спасибо за выбор в пользу безопасности, свободы для всех в Европе. Спасибо за оборонную поддержку. Испания продолжит и увеличит программы лечения и реабилитации наших воинов и ветеранов. Я благодарю за помощь в этом очень чувствительном деле. Болгария готовит новый пакет по безопасности и уверен, очень энергично будет работать вместе со всеми в рамках Совета Украина-НАТО. Спасибо, Словакия. И лично, госпожа президент, спасибо за то, что вы искренне помогаете и искренне делаете свою страну одним из европейских лидеров в защите наших фундаментальных ценностей. Латвия. Спасибо за веру в Украину и за ощутимую оборонную поддержку. Эстония. Благодарю за инициативу относительно снарядов, которая реально укрепляет и меняет историю Европы к лучшему и приближает мир. Спасибо и за политическую поддержку на саммите. Люксембург. Неизменно принципиальный. Большое спасибо. Чехия. За все переданное оружие. Спасибо. И за технику. Спасибо за вертолеты. Будет и новый оборонный пакет. Албания. Максимально четко. Украина будет в НАТО, а Россия будет отвечать за агрессию. Как точно сегодня сказал премьер-министр Рама, политика Кремля напоминает гимн России. Слова разные, а музыка одна и та же. Угроза одна и та же. НАТО. Это ответ. Бельгия. Спасибо за принципиальность в вопросе о репарациях от России и за очевидную поддержку того факта, что Украина за столом в НАТО со всеми. Северная Македония. Спасибо за четкую поддержку украинского вклада в общую безопасность. Финляндия. Я благодарю за помощь и благодарю за очень важные слова сегодня о том, что вскоре украинские солдаты будут учить армии других членов НАТО. Это верно. Опыт победителей – это всегда сильно. И Венгрия. Такой саммит, что все были полностью конструктивными. Спасибо. Отдельно хочу поблагодарить господина президента Европейского совета Шарля Мишеля, госпожу президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Как всегда, проевропейские, а значит, проукраинские. Конечно, Австралия и Япония как гаранты безопасности. Спасибо. Я благодарю за то, что мир и справедливость сегодня стали ближе, а Украина крепче. Слава Украине! Слава Украине! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...